Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН-ТВ. Меня зовут Александр Вальдман. 25 июня в Нитании был торжественно открыт мемориал победы Красной Армии. Вполне соответствующий событиям такого уровня помпой на церемонии его открытия выступили, как и положено, президент России Владимир Владимирович Путин, президент Израиля Шимон Перес и другие официальные лица. Все было замечательно, если не считать невыглаженных юбок солдаток и девочек, стоявших в почетном карауле. Однако лично у меня некий осадок остался и отнюдь не из-за мятого обмундирования боевых единиц Аля. Вот об этом осадке мои неудобные вопросы военному и политическому обозревателю Алексу Векслеру. Добрый день, Алекс! Добрый день! Здравствуйте! Алекс, монумент, установленный в Нитании, конечно же, восхищает размахом, глубиной архитектурного решения, оригинальностью архитектурного решения. Этот лабиринт, по которому нужно пройти, ты выходишь к берегу моря, белые крылья, все это захватывает. Но вот в отличие от формы, содержания, лично меня разочаровало несколько. Почему? Объясню очень просто. Стандартный подход к отображению роли евреев во Второй мировой войне. Холокост нам, евреям, победы и победные вехи Красной армии. Вот от этого осадок. Почему? По статистике, которую мы имеем, в Советской армии на момент начала войны, на первый период войны, сражалось 510 тысяч еврейских воинов, из них 170 тысяч офицеров и немногим более 330 тысяч солдат-сержантов. В этой же армии было более 300 еврейских генералов, а могло быть вполне и более 500, если бы 200 еврейских генералов, я уже включаю, так сказать, Смушкевича и Штерна, были уничтожены в последний момент перед войной Сталином. Значит, более трети еврейских генералов были уничтожены. А это еще не все. Потому что по статистике, которой мы располагаем сегодня, на территории неоккупированной части Советского Союза находилось не более 2 миллионов 350 тысяч евреев. Это та часть, которая смогла бежать с Украины, из Белоруссии, из Прибалтики, из Бессарабии. Ведь накануне войны еврейское население Советского Союза вместе с присоединенными территориями Западной Украины, Белоруссии, Прибалтики и Бессарабии насчитывало не менее 4 миллионов 800 тысяч. И 2,5 миллиона остались в течение первых дней, первых недель войны на оккупированной территории. Что с ними произошло, мы хорошо знаем. Почти 3 миллиона граждан еврейской национальности, граждан Советского Союза, было уничтожено. Так вот, когда мы говорим о 510 тысячах, которые являлись представителями 2 миллионов 350 тысяч населений, это говорит о том, что мобилизационное напряжение советского еврейства составляло 23,5% еврейского населения, включая всех стариков, всех детей, всех больных, всех женщин. Ни один народ и ни одна страна, я вам сейчас приведу данные средние по Советскому Союзу того момента, не выставили каждого четвертого гражданина на защиту своей родины и своего народа. Тогда это был советский народ. Вы знаете, принимая во внимание, что население Советского Союза по тем временам насчитывало от где-то 200 миллионов человек, плюс-минус 1-2 миллиона, она может быть немножко больше, потому что были колоссальные потери. Во все времена, при самой максимальной напряженности мобилизационной, в рядах Советской Армии воевало приблизительно 32,5 миллиона военнослужащих, что означало напротив 33% евреев, говорилось о 16% общего количества населения, которое было мобилизовано в армию. Когда мы говорим об евреях, о 510 тысячах, мы забываем те многие десятки тысяч евреев из Западной Украины, Западной Белоруссии, Польши, Прибалтики, которые бежали, им удалось бежать вглубь России, которые стали костяком формирующейся в Советском Союзе польской победоносной армии. Сначала это была армия Андерса Сикорского, потом это стала дивизия Костюшка, потом это стала 1-я и 2-я польская армии, в которой воевали десятки тысяч евреев вместе со всем народом Советского Союза и своими еврейскими братьями в грядах Советской Армии на всех фронтах, потому что они продвигались и шли освобождать в Европу польскую армию отдельно. Кстати, командир 1-й польской армии был еврей, герой Испании, командир одной из интернациональных бригад в Испании Вальтер Калман, который в последний стал заместителем министра обороны Польши и в 46-м году был убит, как видно, потому что он был еврей. Таким образом, процент невероятно увеличивается, это говорится еще о десятках тысяч, приблизительно это доходит до 580 тысяч уже вместо 510. Это может быть польские граждане, но они в рядах Советской Армии воевали. Еще одна очень интересная деталь, говорится по меньшей мере о 49 тысячах партизан еврейской национальности, которые воевали на Украине и в Беларуси. Были десятки еврейских партизанских отрядов и евреи участвовали в других партизанских соединениях, включая и Кавпака, и Верши Горы. Несмотря на то, что очень часто евреев не принимали в партизанские отряды, я знаю много случаев, когда они вынуждены были организовать свой партизанский отряд, добиваться, получать оружие зубами, убивая кого-то. Значит, это еще 49 тысяч человек. Вы знаете, на сколько растет процент? А сейчас я поговорю еще про другие проценты. Среди погибших. По официальной статистике, Подольского архива Российской Армии, это прежний архив Красной Советской Армии, который находится в Подольске. Я когда слышу всегда город Подольск, я вспоминаю, у меня перед глазами, я человек, который рос в советской семье офицеров Советской Армии, подольские курсанты, которые стояли насмерть. Сейчас этот город известен как город Центрального архива Российской Армии. Я его знаю как подольские курсанты, насмерть стоявшие перед Москвой. По данным Подольского архива, особенно по балансу убыточного состава Красной Армии, процент погибших, выбывших, пропавших без вести, умерших от ран среди мобилизованных Красной Армии составляет 25,5% своего состава. Среди евреев, если мы возьмем 510 тысяч, без поляков, без партизан, только чисто в Советской Армии, погибло 199 тысяч 900 евреев. Этот процент составляет 39,5%. И я повторяю те факты, которые я сейчас сказал. Это факты архива Российской Армии в Подольске. Среди погибших общее количество 25,5%, еврейское количество 39,8%. Среди тех, кого мобилизационная напряженность, которые были мобилизованы в армии, евреи 23% населения, все остальные приблизительно 16% населения. И эти факты, приведенные российским архивом в Подольске, говорят о том, что евреи не сидели в Ташкенте и не дрались за теплые места, а воевали на фронте. И погибали почти в два раза больше, чем в среднем любые другие национальности. Может быть, потому что они защищали и свой народ тоже. Вот как раз об участии евреев на фронтах Великой Отечественной войны. У меня к вам следующий вопрос. Стигмы ведь появились не вчера и не сегодня. Вот на ваш взгляд, какие, может быть, есть наиболее яркие примеры судьбы воинов-евреев в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, которые характеризуют наилучшим образом государственный антисемитизм Советского Союза? Вы знаете, я коснусь первой раскрытой тайны. Я одену очки, потому что иногда я и поговорю о первом мифе, который, как стало известно, лопнул недавно. Первый миф. С каким мифом во время Великой Отечественной войны мы сталкиваемся в первые дни? С подвигом капитана Николая Гастелло, совершившего первый в истории Великой Отечественной войны подвиг, направивший свой бомбардировщик на колонну, горящий на колонну немецкой танка, немецкой техники. А сейчас я буду говорить правду, как это стало известно в последнее время. 26 июня 1941 года Две эскадрильи из 207-го бомбардировочного полка вылетели на бомбежку белорусской станции Радашковичи, где с боями, куда продвигались, это был первый железнодорожный узел, серьезный, захваченным, продвигались немецкие танковые колонны группы армий «Центр». Из полета не вернулись самолеты двух командиров эскадрильи Николая Гастелло и Александра Маслова. Причем летчики, вернувшиеся после бомбардировки, не видели, где и как упали самолеты двух капитанов. Назавтра на бомбардировку этой же самой станции Радашковичи вылетела эскадрилья из 128-го бомбардировочного полка. Командиром эскадрильи был капитан Белецкий, замесили командиром эскадрильи старший лейтенант Исаак Зинович Присайзен. Первый круг удалось отбомбиться прямо над станцией. При втором заходе самолет Присайзена попала зенитка, и он загорелся. Когда Присайзен не смог сбить пламя с горящего самолета, обычно летчики знают, нужно совершить еще заход, он решил падать на колонны танков и взорваться. Он дал приказ своему экипажу оставить самолет. Экипаж не оставил самолет. И самолет Присайзена врезался в немецкую технику, в бронемашины и в танки, взорвался. Продвижение немцев на этом участке фронта было пристановлено на трое суток. По аэрофотосъемке, произведенной двумя людьми, тем же Белецким, командиром эскадрильи, и замесителем командира полка 127-го Сандаловым, который вылетел, так сказать, потом, был подтвержден подвиг старшего лейтенанта Исаака Зиновича Присайзена. Командир полка майор Чуев после доклада заместителя командира полка Сандалова и доклада командира эскадрильи капитана Белецкого было решено представить Исаака Зиновича Присайзена, старшего лейтенанта, к званию Героя Советского Союза. Это подписал командир дивизии Лобовецкий. По-моему, Пирогов, генерал-лейтенант, командующий авиации Западного фронта. Это ушло в Москву. В главном управлении, политуправлении Красной Армии, конечно, подвиг был невероятный, но как же так вдруг отдать еврею в первые дни войны подвиг? И было решено после каких-то совещаний назначить нового героя, лейтенанта Гастелло, капитана Гастелло, который погиб 26-го числа. Как видно, он был белорусом, это было в Белоруссии, станция Радашковича. Было решено представить капитана Гастелло к званию Героя Советского Союза. В его личное дело легли данные аэрофотосъемки подвига Исаака Зиновьевича Присайзена. Все, что я говорю, было в письменном виде описано и написано героем Советского Союза, генералом-майором Сандаловым, тем самым заместителем командира полка майора Чуева, который вылетел на аэрофотосъемку и представил документы подвига Присайзена. В личное дело Гастелло легли все документы, связанные с подвигом Присайзена. 26 июля 1941 года было объявлено о первом в истории огненном таране подвиге капитана Николая Гастелло на станции Радашковича, и ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Но это еще не все. В 1944 году, после начала освобождения Белоруссии, 10 сталинских ударов, я вам должен сказать, что жители деревни Мышты очень хорошо видели, как падали два самолета. 26 июня. Самолет Гастелло и самолет Маслова. Они, как видно, не долетели до станции Радашковича. Это объясняется тем, что летчики не видели, что произошло с самолетами, тем, которые вернулись. Из одного из самолетов выпрыгнул летчик. Подъехавшие немцы забрали летчика в плен. В 1944 году раскопали... Один самолет попал в болото, другой самолет попал рядом с болотом. Раскопали эти места, поисковые группы. Тогда еще не было всех школьников, но искала армия. Было точно установлено место падения самолета Гастелло. Был извлечен самолет, мотор. Все данные отправлены в Москву. Медальоны двух летчиков. К сожалению, при раскопке самолета Гастелло, что было утверждено и подтверждено, что это его самолет по номеру мотора и по документам летчиков стрелка, радиста, которые находили самолеты, было установлено, что это его самолет сбитый 26 июня. Тело героя Советского Союза капитала Николая Гастелло не было найдено в самолете. Это был первый провал. Как видно, Николай Гастелло попал в плен немецкий. Как видно, он был ранен. Мне вообще непонятно, почему выбросился только один, почему не выбросились другие летчики. То ли самолет был подбит и весь экипаж погиб еще до момента, так сказать, когда капитан, может быть, Гастелло единственный остался в живых, он выбросился. А может быть, у них и парашютов не было. Мы знаем, что было на 4-5 день войны. Так или иначе, главному политуправлению Советской Армии очень и очень повезло. Потому что, как видно, Гастелло был ранен. И как видно, он скоро скончался в немецком плену. И как видно, он себя назвал другой фамилией. Только этим я могу объяснить, что когда 27-26 июля 41-го года капитану Николаю Гастелло за героический подвиг, первый огненный в истории войны в Таран было присвоено звание Героя Советского Союза, что немецкая разведка и немецкие пропагандистские службы не заявили о наличии у них в плену Николая Гастелло. Не исключено, что в одном моменте он погиб. Но так или иначе, по подтверждениям всех офицеров и генералов, Сандалов стал генералом, героем Советского Союза, первый подвиг в истории войны, первый таран был совершен еврейским летчиком, которого политуправление Красной Армии так или иначе не посчитало героем и присловит Николая Гастелло. Это, так сказать, в связи с этим мне бы очень хотелось привести еще один интересный пример, который характеризует наш, так сказать, первый таран. Вы знаете, я вообще редко обращаюсь к бумагам, но хочу вам привести еще. В Красной Армии, особенно в политуправлении Красной Армии, во главе с секретарем ЦК Александром Щербаковым, очень отрицательно относились к огромному количеству, так сказать, еврейских офицеров. Ну, в армии про всех не знали, так сказать, знали, что много. Но особенно к военным корреспондентам. Помните Симонова «Живые и мертвые»? Единственное имя, которое упоминает Мишка Вайнштейн, который и погибал на этой Смоленщине или на Украине, я уже не помню. Мишка Вайнштейн, который вылез, чтобы сфотографировать горящий немецкий танк. Сколько надо было быть смелости, чтобы из окопа вылезти? Потому что сколько у нас было-то на немецких танках в одиночку? А завтра в Красной Звезде, в Правде, нужно было поместить эту фотографию. 85% всех самых известных военных корреспондентов, Правды, Известия, Красной Звезды, Окон ТАС были евреи. Я почти наизусть знаю все эти фамилии. Это очень смущало руководство, особенно Главное Политуправление Красной Армии, товарища Шербакова. Я вам только приведу, так сказать, несколько фамилий. Я не хочу это запоминать наизусть. Это мне, так сказать, для передачи. Так я это помню. Я вам приведу. Почти 9 из каждой десятки самых известных фамилий были еврейскими. Михаил Альперт, Евгений Халдей, Михаил Трахман, Израиль Озерский, Арон Бродский, Газета Правда, Фотохроника ТАСС, Давид Ортенберг, Михаил Биренштейн, Давид Минскер, Яков Халиц, Григорий Хомзор, Газета Красная Звезда, Григорий Зельма, Семен Гурарий, Дмитрий Бальтерманц, Газета Известий. Даже вы знаете многие эти фамилии. Их знали все наизусть, потому что по их фотографиям, по их фильмам. Семен Фридлен, журнал «Оконек», Давид Рахтенберг, Ленинградская Правда, Григорий Липскеров, Владимир Гальперин, Вениамин Минкович, Олег Ландер, Аркадий Шойхет, Михаил Грановский, Марк Ганкин, Александр Кривицкий, Олег Норинг, Михаил Дудин, Рафаил Майзелев, Борис Ямпольский, Яков Халипа, Марк Рецкин, Павел Лукинский, Семен Раскин и многие-многие другие. Так вот, вызывает господин Щербаков, секторец и капартии, начальник главного политуправления Красной Армии. Вызывает редактора газеты «Красная Звезда». Вадимова. Хорошая фамилия. На самом деле, под этой фамилией, по понятным соображениям, скрывался Давид Йосифович Ортенберг, генерал-майор, тоже один из героев Испании. И говорит ему следующее. «Послушай, Ортенберг, что-то слишком много евреев в твоей команде. Не думаешь, что это нравится всем наверху?» Давид Ортенберг был поражен. Он сказал, «Вы знаете, сегодня их уже не так много». И он ему назвал несколько фамилий, которые погибли за последние полгода своих корреспондентов. Я их опять приведу. Лапин, Хацревин, Розенфельд, Шуэр, Гольдштейн, Вилкомир, Слуцкий, Иша, Бернштейн, Кац и другие уже погибли на войне. Тогда он сказал, единственное, кого я могу сократить, это самого себя, Ортенберга. Правда, он проходил под именем Вадимов. Через два месяца поступило указание о снятии Ортенберга с редактора газеты «Правда». Мы это говорим с болью, сегодня мы живем в другой стране, сегодня мы живем в Израиле, сегодня и Российская империя, может быть, возвращается к своим корням и избавляется от того темного, что было в ее истории. Все, что я рассказал сегодня, все, что я привел эти данные, эти фамилии, эти проценты погибших, проценты участников войны, эти сотни тысяч героев, эти фамилии, которые я сейчас привел, все это было в условиях жесточайшего антисемитизма, направленного против особенно старших офицеров Советской Армии. Потому что любое представление героя Советского Союза, у нас было бы в два, в три, в четыре раза больше героев Советского Союза, были люди, которым трижды, четырежды представляли, и они не получали. Всегда наталкивалось на еврейское происхождение этого человека. С этим мы жили, это наша история. И тем не менее, тот монумент, тот памятник, который открыт и этим героям, которые погибли, и Исааку Зиновичу Присайзену, совершившему первый в истории Великой Отечественной войны огненной подвиг. Хорошо, что этот памятник открыл. Хорошо, что его посетил президент России, президент Новой России. И я очень надеюсь, что наши отношения постепенно начнут развиваться в новом русле, в нашей новой истории. Алекс Викслер, огромное спасибо за участие в программе. Спасибо, друзья, что были с нами. Всего самого доброго и до новых встреч. До свидания.